Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Елена Самарина. В Барнауле в парке Изумрудном в здании бывшего планетария начал работать крестовоздвиженский храм. Престол в здании уже осветили. Церковь открыли в Лазареву субботу. В этот день христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом, праведного Лазаря. Сейчас в храме продолжаются ремонтные работы, однако службы при этом тоже ведутся. Всероссийский детский музыкальный фестиваль «Белый пароход» впервые пройдет в Алтайском крае. Начало 25 мая. Это благотворительное мероприятие. Девять одаренных детей из 24 регионов страны приедут в наш регион, чтобы принять участие в галоконцертах. Они пройдут в Барнауле и Наукограде. Детский хор выступит в сопровождении Оркестра Государственной филармонии Алтайского края и инструментального ансамбля, сообщили в региональном министерстве культуры. Художественным руководителем проекта «Белый пароход» на протяжении 18 лет является солист Большого театра и ведущих оперных театров мира, обладатель премии Грэмми-2017 Николай Диденко. Концертная программа фестиваля уже готова. Будет и народная музыка, и эстрадная, песни из мультфильмов и патриотический блок. Библио-Ночь Познакомят с историей главной библиотеки региона через экскурсии и мастер-классы, выставки и фотозоны. И к новостям спорта. Флагман алтайского футбола «Динамо Барнаул» готовится к возобновлению сезона. Коллектив отправился на выезд в Ижевск, где 13 апреля сыграет с местным «Зенитом», а 16-го уже в Перми сразится с Амкаром. Накануне команда провела открытую тренировку, где рассказала журналистам о подготовке к весеннему этапу чемпионата. Большой перерыв в игровой практике – всегда большое испытание для спортсменов. Чтобы команда легче вернулась в сезон, а также к столетию общества «Динамо», в клубе решили отправить игроков на сборы в Крымск Краснодарского края. Там «Белоголубые» провели шесть контрольных матчей против команд из Пензы, Иркутска, Геленджика, а также трех местных коллективов. Тренерский штаб остался довольным сборами. Как отметил главный тренер «Динамовцев» Олег Яковлев, подготовка к весеннюю части первенства второй лиги прошла успешно. Определились с основным составом. Есть, конечно, небольшие проблемы по здоровью у некоторых футболистов, но я думаю, к 13-му числу все будут во всеоружии готовы. Главным же событием сборов стала товарищеская игра барнаульцев против Краснодара. Команда из премьер-лиги искала спарринг-партнера и предложила «Динамовцам» встретиться на поле, на что «Белоголубые» согласились. Ожидаемо победили «Южане». Тем не менее, алтайские футболисты получили дополнительную игровую практику, к тому же с игроками топ-уровня, такими как Кайо, Кади, Кордоба и другими. Да, интересно, безумно. Думали, во втором тайме хоть нам дадут почувствовать, но особо не дали ничего почувствовать. Ну, результат все 3-0. Если даже говорить, что сейчас как премьер-лига с ними играет, так мы совсем неплохо даже посмотрели с ними. Если «Химкам» они 6 забивают, ну, блин, честно, очень интересно было, так скажу. Погода, Краснодарский край, как бы все прекрасно, нам понравилось. Также сборы дали возможность команде посмотреть на своих новичков. Во время зимней паузы клуб подписал трех игроков. Руслана Леонова, Владимира Баныкина, Александра Михайлова. Причем последний пришел в клуб в статусе звездного новичка. 22-летний воспитанник Рубцовского торпеда играл в Чертаново и Велесе. В свое время был даже капитаном юношеской сборной России. Два года пропустил из-за травмы и приехал сюда набрать кондиции. Адаптация прошла прекрасно, хороший коллектив. Жду хороших результатов, максимально подняться в таблице столетия празднового в этом году. Белоголубые в этом сезоне сохраняют для себя задачу попасть в шестерку сильнейших. Сейчас они находятся на девятом месте второй лиги. Однако все шансы для достижения целей есть. От шестой строчки Барнаульцев отделяет пять очков. Причем «Динамовцы» провели меньше всех игр и в запасе еще пять встреч. Две на выезде и три домашние. Егор Матаев, Вадим Слюсарев, Сергей Сидых. К этому часу пока все. Хорошего дня.